Приветствую вас! Этикетка. Что это? Бумажка, которую мы видим на продуктах и вещах в магазинах? Но мало кто догадается, что именно ей мы обязаны появление этикета. В 17 веке французский король Людовик XIV расписал правила поведения для своих придворных. Если их кто-то нарушал, его жестоко наказывали. С тех пор многое изменилось. В нашей программе мы собрали правила современного поведения в обществе, чтобы вы всегда оставались на высоте. При упоминании слова «этикет» одни засыпают, другие тут же представляют себе вычурные английские и французские баллы, тесные корсеты и постоянные интриги. Но на самом деле Европа не является родиной этикета. Еще в Древнем Египте люди жили по правилам светского общества. Например, во время пира хозяин сам встречал особенно желанного гостя в ворот и через сад провожал его к столу. Домашние слуги в знак уважения и благодарности преподносили визитеру цветок лотоса и угощали его напитками. Время хранит еще много любопытных историй. Но давайте вернемся к тому, что окружает нас сейчас. Итак, тема этого выпуска – приветствие. При встрече мужчины здороваются с женщинами, младшие по возрасту и положению – со старшими. По правилам делового этикета первым всегда подает руку руководитель, даже если подчиненный – женщина. Встретили ровню? В таком случае женщина сама решает, как здороваться – словами, кивком или рукопожатием. Тот, кто заходит в комнату, здоровается с тем, кто сидит. Самый простой и вежливый способ приветствия – пожелать доброго времени суток. Например, добрый день. Здравствуйте редко удается быстро выговорить на ходу, из-за чего оно превращается в пренебрежительное здрасте. Вам подали руку для рукопожатия, а вы сидите? Привстаньте. Кто-то важный? Вы его уважаете? Тогда встаньте. Если вам протягивают руку для приветствия в момент перекура, стоит выкинуть сигарету или извиниться. В туалете руки не пожимают вовсе. Решили блеснуть манерами и при встрече с женщиной поцеловать ее руку? Не стоит тянуть ее к себе. Наклонитесь сами. Но не спешите слюнявить. Достаточно лишь сделать вид, что вы целуете ее. Руки заняты. Говорить лень или нельзя. Поклон. Вот что вас выручит. Для знакомого подойдет легкий наклон головы. Для тех, кто старше по должности или возрасту, можно слегка наклониться корпусом. Но если вы вдруг встретите королеву, то ей лучше поклониться, так поклониться почти на 90 градусов. Пришло время проверить, как вы усвоили урок. Сейчас я буду задавать типичные ситуации из жизни, и вам будет предложено два варианта, как поступить. Ваша задача – выбрать правильный вариант. За это вы будете получать призовые очки. Поехали! Представьте, что на своем пути вы встретили давнего друга. Как вы с ним поздороваетесь? Запрыгните на руки с криками «брат» или просто пожмете руки? Вариант с рукопожатием приносит вам 10 очков. Именно он встречается вам в университете одним из первых. Как вы поприветствуете охранника? Пройдете мимо, словно его и нет? Или пожелаете доброго дня? Вежливость дает вам 10 очков. Вот она. Прима. Звезда. Просто шикарная женщина. Ваши действия. Поклониться как королеве вашего сердца или поздороваться и поцеловать руку. Поцелуем руки. Вы заработали 20 призовых очков. Человек, которого в университете знают все. Как вы поприветствуете ректора? Броситесь ему в ноги или ответите на рукопожатие? Скромность красит вас. Ловите 40 очков в карму. Большой босс. Не заметить его невозможно. Ваши действия. Протяните руку первым или подождете, пока он поздоровается с вами. Он же главный. Право первого слова ему. Вместо премии держите 50 призовых очков. А теперь подведем результаты. Если вы набрали больше 100 призовых очков, поздравляю своей манерностью. Вы затмите любого короля. Теперь вы знаете все нюансы приветствия. Вот ваша награда. Первая этикетка в коллекцию. Когда вы соберете все, то сможете по праву называться самым воспитанным человеком в мире. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова